Здравствуйте! Сегодня четверг, 17 марта. В эфире новости от Максимаркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Пробив рубеж на уровне 1.1260, трейдеры продолжают развивать успех в паре евро-доллар. Следующие цели на пути котировок вверх – промежуточные сопротивления на линиях 1.1305 и 1.1343. Впрочем, не исключен коррекционный сдвиг от уровня 1.1260 вниз. Поддержка на отметке 1.1236 будет целью для трейдеров, торгующих вниз на этом смещении. В отсутствии каких-либо значительных новостей из Европы, только настроения, царящее на рынках, будут определять вектор движения котировок в ближайшие часы. Пробив после перегруппирования сил сопротивления на отметке 1.4250, британский фонд развивает наступление на позиции американского доллара. Вплотную приблизившись к следующему сопротивлению на 1.4305, в следующие несколько часов котировки пары испытают на прочность и этот рубеж. Целью для трейдеров, открывающих длинные позиции, будет линия на 1.4370. Возможно, развитие восходящего тренда вплоть до мощного сопротивления, расположенного на уровне 1.4403. Как мы и предполагали, золото, удачно преодолев сопротивление 1.263 доллара, продолжило восходящее движение. Главным катализатором роста по-прежнему является снижение прогноза поставки ФРС США и, как следствие, резкое падение американской валюты. Мы предполагаем продолжение роста на сегодняшних торгах до отметок 1.268 и 1.272 доллара. При возникновении коррекционного снижения поддержками послужат отметки 1.260 и 1.256 долларов. Стоимость унции серебра на сегодняшних европейских торгах зафиксировала сессионный максимум в районе отметки 15.70 доллара. Достигнутый уровень является верхней границей краткосрочного горизонтального коридора, ограниченного снизу поддержкой 15.15 долларов. Поскольку фундаментальных факторов, которые могли бы спровоцировать выход из сформировавшегося тренда, сегодня опубликованы не будет, весьма высока вероятность разворота и последующего снижения к локальному уровню поддержки 15.15 долларов. Обратите внимание, завтра в 15.30 по московскому времени ожидается публикация мощного пакета новостей по канадской экономике. Это индексы потребительских цен в годовом и месячном выражении и базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, также в годовом и месячном выражении. Выход свежей статистики может впрямую повлиять на положение канадского доллара и открыть возможность заработка. В долгосрочных прогнозах аналитиков таких банков, как Scotiabank и TD Securities, нисходящий тренд пары USDCAD. Оставайтесь в курсе событий, открывайте сделки и зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Открывайте сделки и зарабатывайте на новостях.